Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Героические таланты Рыцаря Смерти и обычные таланты Рыцаря Смерти и Нечестивости рассмотрены. Пришло время глянуть на профессии. Профессии немножко поменялись, ввели новый интересный ресурс, новый интересный стат. И в этом видео начнем с самого начала, с азов, так сказать. Рассмотрим, что поменялось, рассмотрим общие изменения и немножко рассмотрим таргетно некоторые профессии. Само собой, профессии мы знаем в вове неплохое количество, поэтому в один видосик все это впихнуть. По факту невозможно, это выйдет слишком долго по хронометражу. Поэтому по чуть-чуть, помаленечку, на протяжении недельки рассмотрим абсолютно все профессии. На базе кузнечного дела глянем общие изменения. Появился новый ресурс, а именно концентрация. И для каждой профессии она своя. То есть имеется концентрация для кузнечного дела и имеется концентрация, например, для инженерного дела. Суть в том, что в тот момент, когда мы используем эту концентрацию в крафте, то мы гарантированно получаем крафт следующего ранга. То есть без концентрации у меня имеется только 5% шанса того, что этот слиточек сделается тир-2. Если я использую концентрацию, то получается так, что он будет тир-2. Пробуем и проверяем. Абсолютно верно. Тир-2 слиток получился. Все идеально, все замечательно. Потратилось 5 концентраций на этот процесс. И мы получили тир-2 слиток. Чем больше раскачена наша профессия, тем меньше нам требуется концентрации на то, чтобы сделать гарантированно вещицу или реагент следующего ранга. Окей, хорошо, круто, интересно. Мне сейчас нужно профу до 25 поднять. Нужно знания раскрыть. Во время прокачки профессии заметил интересную штуку. Я бегаю, и при этом крафт никак не останавливается. Бак или фич альфы? Интересный вопрос. Узнаем уже на бете, ну или на релизе. Перед тем, как рассматривать новые специализации, новые вкладки, нужно немножко глянуть старые с целью того, чтобы было проще сравнивать. У нас в Драгонфлайте имеется изготовление доспехов, полная вкладка абсолютно по всей броне, перчатки, запястья, пояса, щитки, нагрудники, ножки, шапки, наплечники, сапоги. Отдельная вкладка на изготовление оружия, топоры, кирки, алибарды, булавы, молоты, длинные клинки, короткие клинки. Имеется также вкладка особая ковка, которая увеличивает наш навык при изготовлении слитков, каких-либо точил, пряжек, также при изготовлении инструментов. И владение молотом, общая вкладка, которая дает мастерство абсолютно для всего, вдохновение абсолютно для всего и находчивость абсолютно для всего. Теперь перенесемся обратно на альфа The War Within и рассмотрим там абсолютно все специализации. Кузнечное дело в The War Within имеет 4 специализации и называется оно кузнечным делом Казалгара, если вообще смотреть в целом. Первая специализация Armors Meeting. Ковка доспехов. Точно так же все абсолютно даже в целом находится на тех же местах, но в ластовые таланты нам нужно влить всего лишь 25 поинтов. Следующая новая вкладка, следующая новая специализация, это Вечная Кузница. Мы обучаемся новому крафту и получаем искорки. Юзая эти искорки, мы увеличиваем свои статы. То есть, довольно-таки интересная механика. В определенный момент времени мы выжимаем эту искорку и увеличиваем изобретательность, перепроизводство и находчивость. Во время какого-то большого количества крафтов, почему бы и нет. Также тут есть ответвления, мы, конечно, их рассмотрим в будущем. Ну, то есть через там минут 5-7. А дальше. Средства производства. Тут вообще все абсолютно имеется в плане слитки, камни, различные инструменты. То есть, все-все-все в целом, как и было раньше, просто немножко раздробили, поделили на разные ветки, чтобы мы побольше знаний вливали. Окей, само собой тоже это рассмотрим. Минуток через 8-10. И Weapons Meeting, последняя четвертая специализация, это самая обычная ковка оружий. По 25 поинтов. По-моему, в ДФ нужно было по 30 вливать. Ну, получается как-то так. Переходим к детальному изучению. Я вкачаю полностью Armors Meeting. Центральную, конечно же, штучку на 30, разумеется. Таким образом, я получу кучу мастерства для абсолютно всех крафтов. Брони, а также щита. Применить. Прекрасно. Идем вправо. Тут мы что получим? Рукавицы, наручи и поясок. Let's go. Прокачал абсолютно все таланты в ветке изготовления доспехов. И давай-ка маленько что-нибудь покрафтим. Я уже сделал, в принципе, перчатки с помощью искры. Получилась 597-я вещица. Круто, замечательно. Надеть ее я не могу пока, что мне немножко там еще докачаться нужно. Я думаю, на крафтах мы это сейчас все реализуем. Что, я думаю, самое время применить концентрацию. Тратим ее с целью того, чтобы наш крафт был повыше рангом, повыше и тем левелом. Да, я думаю, идея неплохая довольно-таки. Поехали. Что мы вообще тут можем плюсики потыкать? Плюсики в пользу характеристик, то есть послания кое-либо. Сюда мы можем гребень вонкнуть какой-либо зачарованный. А сюда, по идее, украшения. Но почему-то я не могу ничего абсолютно сделать. Может быть, мне нужна сотка профессии. Быть может. Касательно завершающих реагентов имеется аксессуар ковки. Это новая штучка, схожая, наверное, с кожевничеством, текущим дефном. То есть мы можем повысить изобретательность, перепроизводство или находчивость. То есть, наверное, в тот момент, когда мы куем доспехи, мы хотим находчивость, да, вставить эту штучку, этот фреймворк. Изобретательность. Что она нам дает вообще, в принципе? Изобретательность с определенным шансом может вернуть нам концентрацию, которую мы потратили на крафт. Звучит круто и интересно, но сэкономить ресурсы, которые мы тратим, конечно, намного выгоднее. Изобретательность стат интересный, но концентрация, она восполняется сама по себе пассивно, поэтому рамки на находчивость, я думаю, будут пользоваться спросом. Окей, крафтим дальше предметы. Качаем профу до сотни. Превосходно. Выучен новый рецепт. Мастер Хаммер. Земляной. Что он нам позволяет сделать? А, вот она и починочка, да. Чинит оружие или предмет доспеха, в починке которого вы специализируетесь. А как это понять? То есть, что на фулл типа прокачано? Окей, круто, замечательно. Конечно, создаем. Как только мы изучаем третью специализацию, мы получаем новый рецепт, а именно набор кузнеца-ремесленника. Что он из себя представляет? Это самообычный инструмент, который мы, конечно же, крафтим. И крафтим. Хорошего бы хотелось его, конечно, ранга скрафтить. Давай, окей. Три звездочки пока что. Просто накину его по приколу. А он даже и не скрафтился. Альфа, что тут еще сказать? Изучаем поинты специализаций. 30 сюда в основную. Новых крафтов мы никаких не получили. За зубцы мы получили мастерство. И таким образом мы можем более качественно крафтить инструменты. Окей. Может быть там без концентрации оно сделается. Нет, просто ни в какую не хочет. Жалко, жалко. А пойдем вправо. Тут что нас в целом ждет? Справа нас ждут слитки. Мы повышаем мастерство изготовления сплавов. А тут мы лучше крафтим фреймворки. Это вот эти рамки, которые можно вставить, которые позволят нам экономить немного ресурсов. Или там перепроизводство повысят, или изобретательность нам немножко бафнут. Окей. Окей. Раскачаем правую для начала. И теперь фреймворки. Все эти рамки. Мг. Превосходно. Ниже по центру идет талант на стонворке. Это камни, которые временно улучшают наше оружие. Заточка клинка какая-либо. Также имеются стонворки, которые разгоняют статы на наших инструментах. Теперь будут еще и такие приколы интересные. И один из них это абразивный камень из когтистали. Он есть в игре, но он ничего не делает. Такая вот альфа-версия. То есть в теории наверное мы накидываем этот стонворк, этот абразивный камень на свой инструмент и получаем какие-то статы, ориентируясь на заточку инструментов. Быть может, быть может. Если мы идем в левую ветку, то раскрываем потенциал в виде крафта инструментов. Мы начинаем крафтить их более лучше. Они становятся более высокоранговыми. Само собой, если мы хотим делать хорошие инструментики, то нам все это нужно вкачать. Кузничный молот ремесленника. Да, 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 и он конечно же опять не скрафтится в рамках альфа-версии. Правильно? Правильно. Прекрасно, прекрасно. Прокачиваем само собой, таким образом увеличиваем мастерство, и наши инструменты будут делаться еще лучше, еще более качественные они будут. Вэпонсмитинг, изготовление оружия. прокачиваем также абсолютно все знания, получим нереально крутые крафты пушек. При прокачке самых последних кружков мы получаем по два новых крафта. Первый, как только мы открываем под специализацию, а другой, когда мы уже вкачаем 15 поинтов. Далее 20 поинт нам дает различные варианты вставки завершающих реагентов, а когда мы качаем 25, то мы можем чинить эти вещицы, и также мы можем пользоваться рвением с целью того, чтобы улучшить качество крафта. Artisan's Touch это новое рвение мастера, оно синенькое, по-русски называется проницательность ремесленника. Мы пришли к самому интересному, вечная кузница. Как только мы изучаем эту специализацию, вылутываем рецепт под названием вечное воспламенение. Вечное воспламенение имеет 5 зарядов крафта, мы можем носить максимум 10 этих искорок в сумке, попробуем создать и попробуем сразу юзнуть. Что же интересно произойдет? Юзаю, что-то происходит, и я лутаю баф. Таким образом, статы увеличены на единицу. Просто-напросто нужно выкачать эту ветку, и будут бафы посерьезнее. Поехали. Уверен, вам, как и мне, будет интересно почитать эти зубцы. Поэтому поехали. 5 очков. Крафт ресетится на 25% быстрее заряд крафта. То есть уже не 2 часа нужно ждать, а на 25% меньше. Окей. Десяточка дает экстра заряд и позволяет нам открыть следующую специализацию. Ну, это понятно. Тут еще быстрее заряд восстанавливается на 25%. Окей. Мы открываем еще специализацию, мы получаем еще заряд для крафта, как я правильно понимаю. Тут мы еще меньше кдшку получаем на крафт. Еще получаем заряд, еще открываем специализацию. Еще быстрее восстанавливаем заряд крафта, а сороковка дает нам два заряда на крафты, и мы можем обучиться финальной специализации. Ну, в целом, то есть быстрее откатываются кдшки крафтов, и больше мы можем крафтить. Общий самый обычный кружок. Открываем. Да, теперь мы 10 крафтов можем сделать, и кдшка само собой быстрее. Намного. Сделаю немножко искорок, про запас. Поехали дальше. Слева творческое озарение. Что мы тут получаем? Мы получаем плюс к изобретательности при использовании искорок. Если мы прокачаем низушку, мы будем получать плюс к находчивости, а если мы прокачаем правую ветку, то мы будем получать плюс к перепроизводству. Но я уверен, у них интересные зубцы. Давай начнем слева. Что тут получается? Сразу плюс 5 еще во время использования этой искорки. Еще 5, еще 10, еще 25, и еще 25. Окей, вкачиваем на фул, то есть мы таким образом раскрываем потенциал искорки. А если вот на мне баф висит, он не забаф он не растет, есть это нужно сбросить и по новой юзнуть. Ага, мы сейчас проверим это. Так, тут находчивость плюс 5, плюс 10, плюс 15, плюс 25, плюс 25. Тоже да, конечно прокачиваем ничоси сколько находчивости. Интересно, интересно. Тут перепроизводство. Угу, в хорошем количестве. Ну то есть смотри плюс 5, плюс 5, 10. это уже 20 суммарно, 40 суммарно, 60 суммарно и 20 поинтов дадут 80 статов. Угу, и это еще, да, 40, 120 мы получаем суммарно, да? Ну окей, хорошо, 80 перепроизводство, сколько мне дадут процентов? На текущий момент это 5, будет 13 при использовании искорки. Сейчас сравнем. Получается старую отменяем, новую юзаем, идет каст. Мы получили гига бафы нереальные. 17, 17 процентов получается. Не, ну это круто, это нереальный забаф. То есть если мы хотим что-то делать в каких-то больших объемах, то мы искорку крафтим и начинаем делать. Хм, звучит интересно. Не, это намного лучше, чем четвертая общая специализация, которая была в дефе. То, что там плюс мастерство на все, плюс вдохновение на все, плюс находчивость на все. Но там это было постоянно, а тут оно временное. Но когда мы выходим из игрового мира, то бафы перестают тикать. То есть это можно использовать себе во благо. Искать заказы свинка, а потом заходить на мейна, когда мы что-то нашли. Получается как-то так. Круто, интересно, пересобрали кузнечку, довольно-таки интересно. Грустно, что некоторые замочки залочены, хотя написано, что открывается по мере развития специализации. Но в итоге ничего не открылось. Не могу даже гребень вставить. Когда мы прокачиваем профессию, то многие рецепты вылутываются в момент прокачки специализации в момент раскидывания знаний. Но есть рецепты, которые мы должны вылутать сами. К примеру, пвпшные рецепты в новом дополнении можно будет купить за очки чести. 7500. Некоторые рецепты не изучились, хоть и были влиты абсолютно все знания. Увы и ах, ну такая вот альфа. Также в отдельной вкладке имеется украшенное снаряжение, а именно тупни, то, что там дается хаста настакиваемая, что там происходит. Далее имеется кинжалик, тоже является украшением. И также имеется щиток, который дает универсальность. Будет ли это юзаться, вопрос хороший. Откуда мы будем добывать эти рецепты, тоже вопрос хороший. Ну, на текущий момент при наведении мы ничего не видим. Скорее всего лут с боссов, а может быть за какую-нибудь фракцию. Посмотрим, посмотрим. Кузнечное дело рассмотрели, основные изменения рассмотрели, выбор следующей профессии за вами. Дайте знать в комментариях о том, какую профессию мне рассмотреть дальше. Инженерное дело, может быть ювелирное. Пишите о крафтовых профессиях, я посчитаю, почекаю и примусь за подробное изучение. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!